ПЕСНЯ «Господь избирает по сердцу, как я не один раз говорил, людей, которые достойны всякой похвалы и всякой славы». Пантелеймон жил в конец 3-го, начало 4-го года. Он был в языческой семье, был некрещенным и, услышав проповедь своего наставника, он последовал за ним. Тот наставил их достаточно в вере Христовой, в сверхтаинство крещения. Пантелеймон был искусным светским лекарем. Чему сегодня к нему прибегают и знахари, прибегают врачи, прибегают колдоны, думают, что одни и другие, кроме врачей, могут получить или получают какую-то целебную силу. Это неправда. «Великомученик помогает тем, кто хранит святую веру православную, ту, в которой он духовно родился и за которой он пострадал». Самые страшные гонения и конец 3-го, начало 4-го века были при Деуклиане, Нейроне, и тысячи тысяч пострадало людей. И Георгий, и Победоносец, и Николай, и великомученик Гарвара, и Екатерина, и рад других великих угодников Божьих, которых сегодня молитвенно и каждый день целый год чтит Святая Церковь. Но более всего прибегают к великомученику Пантелеймону. Почему? Потому что он является врачом безмездным, то есть не брал средств за свое лечение, но именем Христовым подавал исцеление души и тел. Он своим примером жизни давал людям то, что крайне необходимо. Святого великомученика Пантелеймона знают во всем мире, и Господь сподобил его молитвенное ходатайство и нашу страну, нашу Святую Лавру, где совершалось множество чудес и совершается до сегодняшнего дня. Нам было зафона, где находится ее святая глава, подаренная икона. Она находится в Христово-Звиженском храме, где люди перед ней молятся, и Господь Дивен во святых своих дает чудные исцеления людям. Есть люди, которые учреждают всякого рода общества и секты и указывают, что только там Пантелеймон, ничего подобного. Пантелеймон является слугой Божьим, он является в Бога, он является там, где его призывают. В каждом храме есть иконочки, много частичек его мощей. Это свидетельство о том, что люди к пустому колодцу за водой не ходят. Он помогает и к нему спешат. И мы сегодня имеем и в Феофании монастырь великого мученика Цильтия Палетентилимона, мы им множество храмов, и он успевает везде. Он там, где просит его помощь. И мы сегодня молим и просим, чтобы Господь выслушал его святые молитвы и не спасал каждому благодатный мир, душевное и телесное исцеление. И наипаче укрепил в нас веру, без которой нельзя спастись. Веруешь, Христос говорит больным, слепцам. Если веруешь, что я могу это сотворить, то ты получишь счастье. Мы верим, что Господь по молитвах Пантелеймона, Целителя и других, без сребряников, Целителей и другогодников Божьих, не спошлет нам настолько здоровья, насколько оно нам необходимо. Бывают моменты, когда не наступает здравие. Значит, оно не нужно, оно не угодно Богу, потому что человек может совершить те или иные поступки, которые погубят его драгоценную душу, которая искуплена ценой божественной крови, ценой божественной жизни. И мы должны согласиться с этим решением Божьим. Наша воля должна совпасть с волей Божьей, потому что Бог лучше знает, что нам необходимо для нашего здравия. Поэтому в том случае, если так Господь поступает, мы более должны пересмотреть свою жизнь, покаяться, причащаться, собороваться и готовиться к тому моменту, что Господь заберет нашу душу в вечные обители, перечисляя к мученикам, потому что человек, когда страждет, мы думаем, что это за грехи, но мы не знаем, за что Господь посылает. Мы знаем, что мы грешники. А почему так бывает? Потому что Господь хочет покаяния грешника. Он пришел не к праведным, он пришел к нам, убогим, и дает всю возможность, чтобы мы пересмыслили и стали детьми Божьими. С праздником! И храни Господь! Субтитры создавал DimaTorzok